Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Итак, вот какова вкратце информационная картина сегодняшнего дня. Дональд Трамп, взгляд из Молдовы. Политики и дипломаты комментируют избрание нового президента США. Торговать с Россией стали меньше, торговать с Европой не стали больше. Эксперт об экономике ОСИ Восток-Запад. Подставы и откаты. Так подозреваемый в коррупции вице-мэр Кишинева Влад Котец отзывается о работе своих коллег. Премьеры, мультфильмы, творческие встречи. В Молдове пройдет фестиваль российского кино. А теперь все это и многое другое подробно. За итогами выборов США внимательно наблюдали в посольстве Соединенных Штатов, где в часы почета голосов собрались молдавские политики и представители гражданского общества. Когда результаты стали известны, посол США в Молдове Джеймс Петтет заявил, что после избрания нового президента США отношения с Молдовой не претерпят значительных изменений. Американский дипломат отметил, что Америка и дальше будет поддерживать процесс реформ и демократических преобразований в Молдове. А президент Молдовы Николай Тимофти, который также пришел в посольство США, придерживается мнения, что наши отношения будут развиваться по нарастающей. Победу представителя Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах активно комментируют в Молдове. Так, кандидат президенту от партии социалистов Игорь Дадон приветствовал выбор американского народа. На своей странице в социальной сети он назвал избрание Трампа победой здравого смысла. Американцы выбрали сильного консервативного президента, сторонника христианских ценностей, который выступает за дружественные отношения с Россией. Победа Трампа – это победа американцев над либеральным беспределом, который развалил фундамент общества в США. Американцы поняли, что должны сохранить свои ценности, традиции и страну, а также проводить менее агрессивную политику в мире и сближаться с Востоком в целом и с Российской Федерацией в частности. Игорь Дадон уверен, что так будет и в Молдове после 13 ноября, и социалисты победят вместе с гражданами страны. Возврат украденного миллиарда, восстановление экономических отношений с Россией и запрет унионизма. Эти три указа кандидат от партии социалистов Игорь Дадон намерен подписать в первую очередь в качестве президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. Лидер ПСРМ обозначил и другие приоритеты, которые он обязуется выполнить на посту президента. Создать сильное независимое государство, сохранить нейтралитет Молдовы и идентичность ее народа, защитить христианские ценности и статус традиционной семьи – все это Игорь Дадон обязуется выполнить в качестве президента. Кроме того, он знает, как и намерен создать сильную экономику, возродить производство, привлечь инвестиции. Но в первую очередь лидер социалистов после победы на выборах собирается найти украденный миллиард. Воры должны вернуть миллиард, поэтому первый мой президентский указ будет касаться аннулирования закона, который возлагает на плечи народа возврат украденных миллиардов. Второй указ – это возобновление партнерства и дружеских отношений с Российской Федерацией. В то же время Дадон намерен сохранить хорошее отношение с соседями и странами ЕС и никому не позволить посягнуть на территориальную целостность молдавского государства. В сети появился видеоролик, в котором Майя Сандо обратилась к избирателям на русском языке. В нем кандидат от партии «Действие солидарность» призывает к мудрости пожилых людей. О них же шла речь во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты. Майя Сандо считает, что все правительства, которые были в Молдове, допускали и допускают ошибки при начислении пенсий. Пенсионная реформа – один из способов преодолеть в стране бедность. Сандо назвала несправедливой формулой расчета пенсий. Кандидат уверена, что в Молдове нужно избавиться от привилегированных пенсий. К другим темам. Молдова увеличила экспорт в Россию. Однако, несмотря на это, товарооборот между странами продолжает падать на фоне сокращения импорта российской продукции. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы Российской Федерации. Так, в январе-сентябре нынешнего года в сравнении с тем же периодом прошлого экспорт молдавских товаров в России увеличился на 16%. С 134 миллионов долларов до 156 миллионов. В то же время импорт российской продукции в Молдову снизился на 19%. С 780 миллионов до 632 миллионов. В итоге товарооборот между Россией и Молдовой за первые 9 месяцев 2016 года сократился почти на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доктор экономики Михаил Пойсик анализирует в программе «Вести недели Молдовы» соотношение экспортов страны ЕС и на рынок СНГ, в том числе в Россию. По его мнению, Запад не может компенсировать потерь рынка на Востоке. Несоизмеримы масштабы, иные вкусовые и качественные запросы. А предоставляемые в отчетах позитивные цифры – не что иное, как манипуляция. Они говорят о чем? Что увеличился удельный вес в процентном отношении поставок в Евросоюз по отношению к общему экспорту. Да, он увеличился, но увеличился он не за счет того, что экспорт в Евросоюз вырос, а за счет того, что в России он упал в три раза. Называют часто наши фрукты. Мы – яблочная страна. Мы в этом году поставили 53,7 тонны в Евросоюз. Ну это ж… Это меньше одного вагона, да? И это меньше 0,1% от всего нашего экспорта яблок, при том, что он очень сильно сократился. Россию можно любить, не любить, но консервы мы никогда на Западе торговать не будем. Там не едят наши консервы по тем технологиям, которые мы едят. В СМИ появилось видео с участием подозреваемого в коррупции вице-мэра Кишинева Влада Котец. В записи, снятой на скрытую видеокамеру, Котец рассказывает, как ему было предъявлено обвинение, откуда у него появился дорогостоящий дом и кто занимается откатами в мэрии. В видео, снятом скрытой камерой, Влад Котец заявляет, что его подставили столичный мэр Дарин Киртуака и вице-мэр Нистер Грозаву. По его словам, они получают откаты на тендерах организованных мэрией. РТР Молдова попыталась взять комментарии у столичных чиновников, обвиняемых их бывшим коллегой. Нистер Грозаву на звонки не отвечал. На просьбу телеканала прокомментировать заявление Котеца в пресс-службе мэра ответили, что никаких комментариев не будет. Напомним, на заседании служб мэрии 24 октября столичный градоначальник заявил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой ответить, заведены ли на него уголовные дела. Ответа до сих пор нет. В канцелярии прокурора пояснили, что никаких запросов от Дарина Киртуака не получали. Что еще происходило сегодня в стране, узнаем из следующего обзора новостей в рубрике «Короткой строкой». Делегация молдавских прокуроров приняла участие в семинаре в США на тему международной коррупции и взяточничества. В Вашингтон прибыли представители специализированных силовых ведомств из 30 стран мира. Темами дискуссий специалистов стали последние события в расследовании финансовых мошенничеств, отмывании денег и финансировании терроризма. В состав молдавской делегации вошли начальник службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Василий Шарко и прокурор антикоррупционной прокуратуры Адриана Бицешор, ставший известной широкой публике по итогам расследования дела в отношении экс-премьера Влада Филата. Жители столицы вскоре получат первые счета за отопление. Обогрев квадратного метра жилья в октябре стоил 6 леев 89 банов. По данным Инфокома, почти 92% владельцев столичных квартир заплатят за первый месяц отопительного сезона не более 500 леев. Свыше 9000 семей от 500 леев до 1000, а 214 потребителей до 1500. Счета для 38 квартир владельцев составят от 1500 до 2000 леев. Более 25 потребителей должны за тепло свыше 2000 леев. К централизованному отоплению в столице подключено около 190 тысяч квартир. Стоимость гикокалорий – 1068 леев. Отопительный сезон в Кишиневе стартовал 12 октября. Зимняя ярмарка в Кишиневе начнет свою работу 9 декабря. Она появится в сквере собора Рождества Христова. Ярмарка будет работать и в течение традиционных зимних каникул до 15 января 2017 года. Традиционно будут продаваться новогодние сувениры, украшения на елку. Позади Арки Победы будет возведена сцена, установлены звуковая и световые системы, а также пройдет выставка фотографий. Все экономические субъекты, которые хотят принять участие в новогодней ярмарке с целью продажи продуктов питания, кондитерских изделий и напитков, должны обратиться в Главное управление торговли, общественного питания и услуг муниципия. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 23.00, а 31 декабря всю ночь до новогоднего утра. И еще о праздничных мероприятиях, как свершившихся, так и предстоящих. Аргеев отметил 462 года с момента своего первого упоминания в документах, а также храмовый праздник – День Святого Дмитрия. Торжества прошли на центральной площади города. Оформители Дня Города не прогадали. В качестве украшения они выбрали зонты, которые пришлись к погоде. Импровизированные навесы не очень спасали от дождя. На него жители Аргеева не обращали внимания. Гулял весь город. Храм города – замечательный праздник. Дождь не помеха, так как это символ плодородия. В этот день желаю жителям Аргеева процветания. Желаю также охранить замечательный край, которым он всегда был, и сделать его еще лучше. Впервые для детей был установлен планетарий. Для них же была открыта новая группа в детском саду. В очереди на детских садиках сегодня находится 171 ребенок. Естественно, это заставило нас подумать, открыть срочно 5 групп. Стоимость каждой группы – 400 тысяч лей. Это очень дорогостоящее, но это приятная проблема для нас. В общем-то, мы так поставили свою цель. Власти Аргеева выплачивают при рождении первого ребенка эквивалент 300 долларов. На второго – 500. Подрастающее поколение уже демонстрирует экономическую смекалку. Воспитанники детского сада номер 4 вместе с родителями смастерили коробки сюрпризы. Для того, чтобы узнать, что в них, нужно было приобрести поделку. Собранные средства пойдут на важное и нужное дело. Есть и нужды в музыкальном зале. Но нет аппаратуры. И мы придумали ярмарку, чтобы купить всю эту аппаратуру для музыкального зала детского сада. Многое для горожан в этот день было бесплатно – концерты, спектакли и угощения. Это бесплатно совершенно. Это для жителей Аргеева. 10 тысяч штук колбасок. И будем угощать вместе с хлебушком. В главном концерте дня приняли участие молдавские исполнители и российские, хотя в принципе уже и аргеевская исполнительница Жасмин, супруга мэра Илана Шора. Мне очень нравится Молдова. И город Аргеев уже стал для меня вторым родным городом. Это практически уже моя родная семья. Здесь очень хорошие люди, сплоченные. И спасибо им огромное. Я их искренне поздравляю сегодня с днем рождения. Праздник завершился фейерверком и конфетти. Настоящий праздник ждет в ближайшее время и любители кино. «Свидание с Россией» – так называется фестиваль российского кино, который пройдет в Молдове с 14 по 20 ноября. На протяжении этих дней в городах нашей республики состоятся показы новых ярких разножанровых фильмов, пройдут творческие встречи с российскими актерами и режиссерами. Много приятных сюрпризов ждет и самых маленьких любителей кино. Это уже четвертый ежегодный фестиваль российского кино, который проходит в Молдове. Его организаторами выступают Госфильмофонд и Российский центр науки и культуры в Молдове при поддержке Российского министерства культуры и под патронатом посольства России в Молдове. Этот год особо знаменателен для нашего фестиваля и для российско-молдавских гуманитарных связей. В этом году впервые, после такой долгой паузы, скажем так, 25 лет, был проведен первый молдавский фестиваль в Москве. Кинопоказы пройдут не только в Кишиневе, но и в Бельцах, Кагуле, Камрате и Тирасполе. Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября в кинотеатре Гаудиамус. Будет показан фильм режиссера Ильи Учителя «Огни большой деревни». Лента снята в жанре социальной комедии. Пройдут и другие премьерные показы. Большая программа под названием «Россия детям» подарит юным зрителям встречу с лучшими работами киностудии «Союзмультфильм». Фестиваль предполагает традиционную ретроспективу кинофильмов, созданных молдавскими мастерами. На этот раз она будет посвящена творчеству выдающегося режиссера Эмилия Латяну. Мы проведем кинотеатр его имени 19-го числа вечер. Соберутся его соратники. Вспомним Эмилия. Мы покажем его последнюю картину, которую, к сожалению, мало кто видел. Корлупа. Мы нашли ее в архиве Госфильмофонда. Состоится также творческий вечер кинематографиста Николая Гибу, чье 80-летие отмечается в эти дни. Жители Бельцу видят ретроспективу фильмов с участием своего прославленного земляка Михая Волонтира. Гостями фестиваля станут российские деятели культуры, актер и режиссер Борис Галкин и сценарист Аркадий Инин. Таким был сегодняшний день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Олеся Кайряк. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи ухи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова